Добрый вечер друзья мои телезрители, с вами снова Бородач и вы смотрите канал Быстро и Вкусно, где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. Сегодня на ужин буду готовить я для всей своей большой семьи скумбрию. Вот у меня такая скумбрия свежайшая, вкуснейшая, но буду я готовить ее не по простому какому-нибудь там рецепту, я буду ее готовить под сливочным соусом, будет просто вкуснятина говядина получится и ужин у нас сегодня удастся. Итак, что нам понадобится, вот у меня три скумбрии, это на мою такую большую сковородку, если у вас нет большой сковородки, то наверное две хватит, хотя наверное можно даже в кастрюле тоже самое сделать. В общем три скумбрии, потом две морковки, шесть лучков, лук такой некрупный средний, поэтому шесть штук я думаю нормально будет, и сметанка, сколько у меня здесь сметанки, ну пол банки сметанки есть, хотя конечно желательно бы побольше, но что есть то есть, пол банки хватит, хотя желательно конечно целую банку, но в магазин я сейчас не поеду, у меня до магазина далеко ехать. Так, ладно, начнем пожалуй с рыбы, рыбу надо порезать на порционные кусочки, отчекрыжить головы, хвост, всякие разные там плавники, но все как всегда, и почистить ее, выпотрошить от кишков. Вот так вот легким движением я ее очищаю и порежу на кусочки, сильно крупные кусочки не надо, ну вот такие вот я думаю, вот такие пойдут. Потом всю скумбрую, все три штуки я сейчас порежу и покажу что делать дальше. Теперь понадобится нам большая сковородочка или кастрюля, у меня вот такая сковородка работает. Опа, ставим ее на средний огонь, наливаем каких-нибудь масел не жалея, вот так вот и сюда наша рыбка отправляется, на предварительную так сказать обжарку, смотрите что мы делаем, нужно предварительно обжарить скумбрию, где-то наверное минут 10 пожарим на одной стороне, потом перевернем и на другой стороне пожарим, а за это время мы как раз подготовим все для нашего соуса. Лук почистим, порежем, морковку натрем, ну вы понимаете, посолили и пусть себе жарится, а через 10 минут переворачиваем. Лук очень мелко, не надо, он все равно будет долго тушиться и там развалится. Так его пополам, потом на четвертинки и получается вот так вот потом на четверть колечки, я думаю этого вполне достаточно, вот так. Вот морковка потертая, вот лук порезанный, это как раз основа для нашего соуса, ну и сметанка как заправка сливочная будет. В общем сейчас часы протекают и будем добавлять. Ну поехали, сначала идет у нас лучок, потом морковушка, немного надо посолить, вот столько хватит и теперь добавляем сметану. Сметана маловато, да. Каюсь, сметана надо побольше. Интересно, кто у меня съел сметану? Вчера целая банка была. Какие-то котики наверное, которые дети мои. Ладно, никуда не денешься. И перемешиваем это все вместе с рыбкой. Перемешаем, потом ставим на самый слабый огонь. Да, сметанки надо бы побольше конечно. Ну ладно, и так будет вкусно. Перемешали, ставим на самый слабый огонь, где у меня крышечка. А вот она, закрываем крышкой и пусть наверное где-то еще минут 20 на слабом огне тушится. И после этого будет уже готово. И так, что у меня сегодня будет на ужин. Приготовил я вкуснейшую, вкусно пахнущую скумбрию со сливочной подливкой, которая однако больше не сливочная, а луково-морковная, потому что сметанки маловато было. Но тем не менее, сливочный вкус все равно есть. Нормально, хорошая подливка, хоть и мало сметаны, но все равно хорошо. Такую подливку даже саму по себе можно есть, она вкусная. Вкуснятина, говядина. Можно такой подливкой заправить картошку какую-нибудь и уже хорошо. В общем, вы видели, друзья мои, у меня из трех скумбрий получилась огромная сковородка. И это мы будем вчетвером есть, наверное, пару дней точно, а может и больше. С картошечкой, с рисом хорошо будет. Рыбка, хорошая, огненная, только со сковородки. Рыбка прожарилась, пропеклась, пропиталась вкусом лука, моркови, сметаны, все как надо. Вы видели, что никаких специй, абсолютно ноль специй. Вот этот вот соус, вот эта подливка, она сама по себе дает вкус. Очень хорошо. Я вот такую скумбрию люблю. Вообще скумбрия это одна из самых, наверное, наших любимых рыб. Скумбрию, горбушу мы любим. Горбушу так тоже можно приготовить. Ментай по похожей схеме я тоже делаю, но только не сметану добавляю, а томатный соус. Тоже хорошо получается. Про что я говорил, я уже забыл. А, про то, что скумбрия это одна из самых наших любимых рыб. В любом виде мы ее любим, в любом виде мы ее готовим. Но вот так вот, пожалуй, наш самый любимый рецепт. Даже мой маленький сын, правда какой он уже маленький, уже не маленький. Даже он рыбу не любит, а вот такую скумбрию ест. О чем это говорит? О том, что вкуснятина говядина. Ну ладно, друзья, я, пожалуй, буду доедать и не буду вам надоедать. А вы ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Пишите, как вы делаете скумбрию. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. На сегодня все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok